Преображающая сила Евангелия. Вот. И я очень рад, потому что, ну, я ощущаю всем сердцем, всем своим существом, что Бог мне проговорил, ну, по поводу вот этого, да, то есть у меня прям была такая тишина сначала, прям отсутствие какой-либо мысли вообще. И у меня были мысли по поводу того, что, ну, делать конференцию или не делать, и я разговаривал внутри себя со своим сердцем, потому что иногда хочется, знаете, чтобы Бог сказал тебе, делай, и ты, о, делаю, да. Но в этот раз, и уже как бы, как и во многие сейчас больше даже разы, знаете, Бог отвечает вопросом на вопрос, ты спрашиваешь, Бог, делать конференцию? Он тебе говорит, а ты как думаешь? Понимаете, вот Бог, Он такой, Он тебя спрашивает, ты сам-то что хочешь? Потому что когда ты был ребенок, когда ты был младенец, да, тебе нужно было сказать, это делай, то это делай. И некоторые вот, ну, не понимают, что Бог хочет с нами пойти в другие отношения. Мы вот, пока мы дети, пока мы младенцы, ну, и даже когда в семье растем, мы все время, папа можно и это, можно и это, мама можно и это. Но потом у тебя приходит другой возраст, и любой родитель хочет сказать своему ребенку, сам уже реши, что ты хочешь, куда ты хочешь, и сам определись, сам подготовь мне. Если ты хочешь со мной посоветоваться, это другое дело, но решение и твое желание ты давай сам уже начинай. Понимаете, и вот в христианской жизни все то же самое, что Бог допускает какое-то время нам быть вот этими младенцами, где мы его будем спрашивать, а правой рукой или левой, а туда или сюда. Иногда это до абсурда доходит. Ну, это детство, это нормально. Но дальше нужно уже выходить в другие взаимоотношения с Богом. И вот у меня была полная тишина по поводу конференции. И я начал думать, ну, мы делали уже и не одну, и надо делать. И я начал отвечать, ну, конечно, надо, потому что, ну, я хочу, чтобы Евангелие проповедовалось, потому что я хочу, если хотя бы один человек за эту конференцию придет к Богу или придет в церковь, мы победили, аминь. А я уверен, что один точно придет, потому что после прошлой конференции у нас есть результат. Вот, и поэтому, ну, всегда так, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Даже вот мирская поговорка такая есть. Что? Может быть это? Не, просто может быть что-то... Хотите? Аминь, все. Вот, поэтому мысль была такая, и все. И я понял, что, ну, никто мне здесь не поможет, я могу советоваться с тем, я могу найти людей, которые мне, как бы, кивнут. Найду людей, если у меня будут сомнения, я могу найти людей, которые мне скажут, наверное, не надо. Знаете, вот, в жизни так есть. Ты можешь всегда себе найти вот таких людей, у которых можешь спросить, они тебя подтвердят, они тебя отговорят. И мы умеем по лукавству собственного сердца, когда нам с кем-то нужно посоветоваться, мы найдем именно таких. Вот. Вот. Но Бог есть свет. Аминь? Бог есть свет, и ты, когда имеешь отношение с Богом, ты так, пум, лампочку включаешь, и просто все становится ясным. Хочешь проповедоваться, чтобы Евангелие, нужно делать конференцию. Это не просто, да, это какой-то нужно вот... На самом деле, достаточно просто уже сейчас. Вот. Когда я первую конференцию делал, вот тогда, да, я там и поваром был, и тот, кто ее закрывал, и тот, кто ее открывал, и тот, кто гостей селил, и так далее. У меня было два помощника, которые курили, вот. Вот. Это были два вот таких поднявшихся христианина, вот. Один недавно отсидел, вот, а другой, ну, так. Вот. Сейчас уже обоих нету. Они умерли. Я верю, что они пошли на небо, просто потому, что Бог верный, просто потому, что это Его дети, и даже из-за того, что они, ну, вот, не смогли полностью посвятить свою жизнь Богу в этой жизни, да, мы знаем, что Бог спасает как бы из огня. Знаете, да, есть те, которые строят драгоценными камнями, золотом, драгоценными камнями, а есть те, которые сены и соломы, да, поэтому, ну, там, как написано, но сам, впрочем, спасется, но так как бы из огня, поэтому, вот, я верю так, вот. И когда человек умирает, там, ну, от уже болезни, он загубил себя, и умирает на руках христиан, и они с ним рядом, и они заботятся, для меня это откровение о том, что этот человек спасен. Все. Если вот есть в его жизни присутствие христиан, которые хоть как-то за него молятся, переживают и так далее, и это свидетельство, ну, это для меня. Вот, верьте, не верьте, но когда мне нужно было, вот, давать какой-то комментарий по поводу, там, тех или иных людей, для меня было вот это откровение. Вы знаете, что этот человек, вот у нас Дима Бойко, когда умирал, да, ну, мы действительно все, там, мы и в больнице с ним, и оставляли кого-то, и с матерью, и на похоронах, там, и так далее, вот. И, хотя и не бросил курить, потому что уже не было времени у него бросить курить, поэтому Бог не будет нас за это судить. Вот. Но бросать курить надо. И так, я говорю, что вот я почувствовал, что Бог проговорил, как бы, да, наполнил меня, когда я сделал этот шаг, я все, ну, как бы, стал готовить. Вот, как я вам уже сказал, да, будет основной спикер, это наш епископ Алексей Павлович, и вот я ему все это сообщил. И я начал тоже вот искать, Бог, ну, скажи мне что-то, ну, как бы, вот, как назвать конференцию. И вообще, я говорю, у меня прям, вот, пустота, темнота, вот, никакого названия не приходит, но я верю, знаете, я стою и думаю, не, я, ну, как бы, я дождусь, Бог что-то проговорит, вот, как-то это должно родиться, у него уже название есть, потому что раньше, ну, там, приходили мысли, ну, вот, прошлую конференцию не называли никак, да, и тоже хорошо получилось, да, конференция без названия, но суть была ясна именно, потому что, вот, таким образом все пошло, но ты повторять не можешь же, да, сделать, вот, конференция без названия номер два, ну, как-то не очень, вот. И вот Алексей Павлович меня тоже там, когда, ну, все, ты мне эту тему скинь, и говорю, да, да, конечно, Алексей Павлович, пока, говорю, еще в стадии рождения, но пока нету. И вот, как только я с ним поговорил, через какое-то время меня начало накрывать, и вот родилось, родилось такое название конференции, и я его сегодня буду объяснять, вот, то есть сегодня мы уже, я даже вот почувствовал, думаю, вот она как презентация, мы даже вот сейчас молились, чуть-чуть улетели, и как бы уже как будто вот такое вот презентация конференции, помазание, что вот оно уже работает. И для меня это тоже подтверждение. Другое подтверждение для меня, знаете, то есть когда я вот обо всем этом стал думать, и меня Бог наполнил, я перестал спать нормально, то есть как бы, ну, не потому, что я там мучаюсь, а потому, что бодрый, и все, вот, да. И я уже как-то знаю это состояние, помню его, оно непростое, оно такое, когда ты, ну, долго не можешь спать, оно действительно мучительное, вот. Вот, и другое подтверждение, как я получил вот на своей жене, меня жена сегодня выгнала и сказала, все, сегодня домой не приезжай, я хочу выспаться. Она чувствует, ну, как бы вот просто, ну, как бы я ей чуть-чуть объяснил, что будет за конференция, и какие тезисы, ей все это понравилось, и все, и вот в нее вот это вот все перетекло, и где-то внутри перетекло. Она говорит, ну, тебя здесь слишком много, я не могу, ты, мне надо выспаться, все, сегодня уже не приезжай. Обычно я в воскресенье мог остаться, а сегодня она мне, говорит, тебе пакеты собрать, я тебе все соберу, говорит, только, говорит, это, дай мне поспать. Ну, то есть ничего тут такого негативного нет, реально, я, главное, знаете, мне даже, ну, я иногда мог бы обидеться на это, там, чуть-чуть, там, вот. А здесь я прям ее реально понимаю, реально ее понимаю, говорю, ладно, ну, поеду туда, там, больше нужен даже, и так далее, потому что, вот, ну, и для меня это подтверждение, вот. Поэтому конференция будет называться у нас «Преображающая сила Евангелия». Аминь. Вот, и, например, знаете, сейчас очень много стало таких слов, вот этих вот модных, современных, преображения, обновления, трансформация, что там еще есть? Вот. А? Ну, да, ну, это уже современные термины. Ну, сам факт, что как будто вот, ну, раньше их было немного, особенно в Советском Союзе, там, когда жили, там, ну, вообще, таких слов, откровения, например, да. То есть для меня, когда тут слово «откровение», оно в мою жизнь там только пришло, для меня это было такое вот высокое слово, которое вот, ну, не мог даже задуматься о нем, что это уже «откровение». Ну, и оно действительно, оно может быть таким, может быть таким, любым может быть откровение, да. Поэтому, по сути, слово «откровение» что означает? Открытие, правильно? Когда что-то было скрыто, и вдруг тебе открылось, такой, опа, да, как вот ученые открытие совершили, понимаете? И у нас было заменено больше на эти слова все, открытие, да, там, знаменитое открытие, совершил такой-то учет. А это, по сути, откровение, пум, озарение, да. Вот, и первое, на что хочу обратить внимание, это именно слово «преображающее». Вот, и как бы самое ключевое слово здесь – это Евангелие, да, в конференции. Но второе – это преображающая сила Евангелия. Что такое преображающее? Вы знаете вообще, от чего это слово взято? Преображение. Ну да, образ, да. Преображение. Преображающее. Вот в Римлянах, 12 глава, по-моему, там, 1-2 стихи, Павел пишет. «И не сообразуйтесь с веком си, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Да, вот три слова там новых, да. «Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума». И вот это слово, которое там «преобразуйтесь» в греческом языке, там стоит слово «метаморфоза». Знакомое слово, тоже такое, ну, вот ученые его знают, да. Что это за слово? Знаете или нет? Это превращение. Это вот гусеница и бабочка, да. То есть, это одно существо, и потом совсем другое существо, никаким образом не похожее на предыдущее существо. То есть, ну, неважно, да. Ну, хотя там бывают, да, вот эти вот цветные гусеницы и потом цветные бабочки, ну, действительно, да. Но существо совсем другое, да, другого порядка. Вот таким вот образом, вот это основная цель Евангелия. Понимаете? Преображение человеческой личности, преображение человека. Да, Павел говорит, теперь неважно ничего, ни обрезание, ни необрезание, но новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот. Но когда наступает это новое творение, как настаёт это новое творение? Я пришёл в церковь и слышал Евангелие, пум, и я стал новым творением? Так это происходит? Или когда? Или через год? Сколько? Или полгода? Сколько? Скажите мне. Три года. Сколько? Пять лет? Ага, у всех по-разному, да? А что ж мы тогда всех, ну, хотим под одну гребёнку часто подровнять? Или себя в какую-то гребёнку подровнять? Тогда вот, вот цель Евангелия, вот суть Евангелия. Понимаете, вот можно было бы придумать такую тему конференции и сказать, что исцеляющая сила Евангелия, освобождающая сила Евангелия. Было бы круто? Круто. Но мы бы не достигли той цели, которую мы должны достигнуть, вот когда возьмём такую тему. Понимаете? Поэтому вот мы уже должны над этим задуматься. И вообще, вот я считаю, что именно вот эта мысль, вот эта вот, она может вас наполнить достаточно сильно и открыть вам глаза, и вообще даже освободить и исцелить в каких-то сферах. Понимаете? Потому что исцеление, освобождение, это, ну, это могут быть, ну, как бы, это более простые процессы. Хотя они нам более важные, более чувствительные, правильно? Были десять прокажённых. И все десять очистились, но вернулся один. А где же остальные девять? Не девять, не десять ли очистились, Иисус говорит. Десять очистились. Вот она, исцеляющая сила Евангелия. А преображающая сила Евангелия пришла только в одного человека, который понял, куда нужно вернуться, у которого глаза открылись. Вот. Точно так же с освобождением. Можно, Иисус рассказывает про нечистого духа. Он выйдет, погуляет. Что делает потом? Возвращается. Вот она, освобождающая сила Евангелия. Ну, да, говорят, если Бог освободил, истинно будете свободны. Не говорят, это написано в Библии. Ну, это точно. Но Иисус сам говорит, иди, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Но если ты познаешь и примешь, и с тобой произойдет преображающая сила Евангелия, то здесь уже все, понимаете, здесь уже ты преображаешься, ты изменяешься. Евангелие достигает цели, самой главной цели. Вот это вот преобразить человеческую жизнь, человеческую личность. И мы должны понять, что это процесс. Процесс. И вот в этом вообще заключена вся наша надежда, и все, для чего церковь в этом регионе существует. Вообще, для чего церковь существует. Это наша задача. Проповедовать Евангелие для того, чтобы жизни человеческие преображались. Как должно преобразиться общество? Через Евангелие. Только так. Через то, что Бог придет в нашу жизнь, во все сферы нашей жизни. В экономические, в политические. Понимаете, некоторые говорят, вот невозможно, царство Божье и политика. До какого-то времени, да. Пока мы в младенчестве, да. Но Бог сказал, что будет четыре царства, а потом царством завладеют святые. У нас есть откровение, мы это понимаем. Но просто мы идем туда. И мы будем туда идти. Единственный путь туда прийти, это через Евангелие. Через проповедь Евангелия. Через преображающую силу Евангелия. Потому что Евангелие, оно огромно. Оно... Там есть все. Потому что Евангелие, в первую очередь, что делать? Что преображает Евангелие? Мышление человека преображает Евангелие. Что нужно человеку, чтобы он изменился? Чтобы у него изменились мысли, чтобы у него изменилось мышление. Не чтобы он думал, как мне нужно думать, а чтобы он действительно думал так, как нужно думать. Потому что, ну, иногда у нас происходит это разделение. Как нужно и как думаю. Думаю так, а нужно так. Это не преображенный человек. То есть это гусеница, которая, ну, хочет стать бабочкой, но еще не является бабочкой. А вот когда уже мы думаем по-другому, когда уже Евангелие преобразило наше мышление, тогда мы летаем. Понимаете? Вот к чему призвано вообще, ну, как бы, вот в чем заключается спасение Божье для людей и для земли. И вот эти, и это все делает преображающим, ну, как бы, все делает Евангелие. И вот апостол Павел, он говорит, вот, да, мы вот эти стихи недавно говорили, что я сделался всем для всех. Да? Для одних такой, для других такой. И все. В другом месте он говорит то, что я свое тело порабощаю и служу, вот, ну, чтобы самому проповедовать другим, не остаться в стороне, да? Не быть отвергнутым. И там написано в другом, вот в этом месте, где он говорит, я для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, чтобы хоть кого-то спасти. И дальше он говорит, сие делаю ради Евангелия, чтобы быть причастником его. Аминь. Понимаете, вот это очень сильный стимул для наших жизней. Для чего я должен, вот, ну, вообще стараться в этой жизни? Для чего? Для Евангелия. Для Евангелия. Потому что она есть сила, да, как Павел тоже говорит, потому что в нем открывается правда Божья, в нем силы Божьи, да, для спасения всякого верующего. Поэтому Павел говорит, что я, когда до меня это дошло, когда Иисус мне открылся, когда вот меня вот этот вот свет Божий осветил, он говорит, я все понял, и я сразу что сделал? Пошел. Я не стал советоваться с плотью и кровью, но я сразу пошел проповедовать Евангелие. Аминь. Вот оно, преображающая сила Евангелия. Он говорит, я не стал, я не пошел к апостолам, предшествовавшим мне. Ну, потому что если мне открылось, если я понял, его повлекло сразу вот это вот, ну, он понял, что это такое, и как это важно теперь людям донести. Понимаете? Вот что у него открылось. Не то, что ты должен проповедовать Евангелие. Если ты его не понимаешь, как ты будешь проповедовать Евангелие? Но когда тебя это цепляет, когда тебя это меняет, когда тебя это вот жгет внутри, и ты понимаешь, у тебя откровения приходят, ты нуждаешься в том, чтобы этим делиться, потому что ты понимаешь, как это важно для людей, как это нужно для того, чтобы люди это поняли. Понимаете? И вот мы должны стать этими людьми, мы становимся этими людьми и являемся этими людьми. Просто нужно много раз расставить вещи на свои места. Мы должны, ну, понять, как Евангелие, ну, работает. Понимаете? Что оно не работает вот так вот сразу. Понимаете? Не работает. И это само Евангелие нам говорит об этом. Это даже не я говорю, не мой опыт, не опыт человеческий. Это говорит Иисус Христос, что Царство Божие, оно подобно семени горчичному, которое самое маленькое. Или оно подобно зерну, которое человек посадил в землю и ложится и спит, и не знает, как оно растет. Но земля сама постепенно дает сначала росточек, потом колос, потом стебель, вернее, потом колос, и только потом этот колос наполняется зерном. А что с нами происходит? Мы уже сразу себя колосом хотим видеть. Как минимум стеблем. А вот умирать там в темноте, как зерно, должно сначала умереть и переродиться. Здесь уже как-то вот, ну, был этот процесс у меня? Ну, наверное, был. Надо плод приносить. Мы не можем еще плод приносить? Иисус три года с учениками ходил. Три года. И они ничего не понимали. Рядом с самим Богом, с самим Словом Божьим. Им не открывалось. Им было закрыто. Ну, да, Бог так вот так в туман погрузил, чтобы они не понимали. Но нет, просто на самом деле, ну, Евангелие, оно большое. Бог, ну, непростой Бог, Бог сложный. Нам нужно много слышать Слово Божье, для того, чтобы оно, вот, ну, работало, понимаете? Для того, чтобы начались сходиться, начали у нас, знаете, вот эти нейронные связи, вот эти вот в мозгу, простреливать там, вот эти вот. Понимаете, вот нам нужно это, потому что это работает именно так. Нужна какая-то информация. Почему мы говорим людям, там, читай Библию, читай Библию, читай Библию? Ну, потому что, если ты не будешь читать Библию, то Бог вообще не сможет с тобой говорить. Потому что, ну, как бы, только в каких-то элементарных вещах. Элементарные вещи, они тебя очень быстро разочаруют. Поэтому часто надо идти глубже. И нужно, и Евангелие, оно говорит нам о том, что нужно не просто слушать только Евангелие, а обязательно проповедовать Евангелие. Понимаете? И преображающая его сила будет работать именно вот когда будут соблюдены вот эти условия, все, которые вот Иисус демонстрировал. Потому что Иисус полностью путь истинной жизни. Путь. Он показывает, как нужно делать. Он взял этих учеников, Он их учил, и Он же их в это же время и посылал еще. Куда посылать? Да я еще ничего не понимаю, да я плохо, да я тут вот еще не полностью очистился. Пока не трогайте меня, пока не приглашайте меня, пока... оправдание. Но настоящие ученики, они как бы вот, они горят, они открыты, ну раз посылают, значит пойдем. Понимаете? Вот раз он говорит, можно, значит я пойду. И все. И прибежали потом, да? Слушай, бесы повинуются нам. И он сидит, ну я просто вот так вот представляю, ну ладно, ладно, спокойно, сильно, сильно не радуйтесь, не радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена записаны в книге жизни, просто вот. Ну, потому что, ну, потому что они во имя Иисуса, а то, и ушел, да там, ну я не знаю, как это было, да? И руки возложили, говорят, исцеляйте там, да? Руки возложили, раз исцелился они. Ну, понимаете, вот первые разы, по-любому, это было для них, ну, самого Шакиржа, но оно работало, понимаете? И что это производило в них? Еще желание быть с Иисусом рядом, да? Слушать, учиться, понимать, там, и так далее, да? Вот что, ну, приносит Евангелие в жизнь людей. Преображение, настоящее преображение, постепенное изменение. И вы знаете, иногда, вот, мы неправильно проповедуем Евангелие, потому что сами, вот, те, кто проповедует Евангелие, они сами иногда не поняли его суть. Ну, потому что, основная задача, это действительно преобразить и сделать новое творение. А не исцеление и освобождение. Исцеление и освобождение, это все приложение к этому. Но основная задача, это именно изменение личности. Изменение тебя, как вообще существа. Ты должен стать новым творением. Можешь стать новым творением, во Христе Иисусе с новыми мыслями, подобно Иисусу Христу. И вот, ну, мы видим, что апостолы такими стали, поэтому у нас есть надежда. И через что это все происходит? Через проповедь Евангелия, через проповедь Слова Божия, через то, что ты слушаешь, и то, что ты потом проповедуешь, и, естественно, то, что ты живешь. Да, еще вот, необходимый ингредиент, что преображающая сила Евангелия, она в том, что мы живем так, как говорим, стараемся, от всего сердца стараемся, вот, ну, исполнить то, как там написано. Внутренне быть чистыми, для того, чтобы быть причастниками Евангелия. Да, это необходимое условие. То есть, для чего мне нужно быть чистым уже? Для того, чтобы просто мне нужно быть чистым, то, что вот я такой чистый, такой, наконец-то я святой. Нет, для того, чтобы Евангелие проповедовать, для того, чтобы то Евангелие, которое я буду проповедовать, оно действовало на людей. Потому что если человек действительно живет по Евангелию, это нам Иисус показал, практикует его внутренне, то ты хочешь не хочешь, Евангелие, которое ты проповедуешь, оно будет касаться людей, потому что это вот все, Бог уже все дал, все необходимые ингредиенты, понимаете? Не вот людей будет касаться не твоя какая-то глубина, мудрость там, а вот именно вот то, что ты как бы вот живешь в этом тесном настоящем союзе с Иисусом Христом, с Богом, в Евангелии, вот в этих принципах, которые Евангелие нам открывает. Потому что дождаться иногда преображения людей, которые там вокруг тебя, которым ты проповедуешь, ну это непросто. Иисус ожидал, помните, он много раз, фух, сколько мне с вами быть еще? Ну, мы видим это, у него было это, да когда же вы начнете понимать-то? Да, он вроде все знал, но все равно, периодически у него были вот эти вздохи. И мы видим, Павел Апостол много раз в церквях пишет, он там, я за вас опять в муках рождения. Вы там что-то не понимаете, а я тут мучаюсь, потому что я, ну как бы вот, я не вижу того самого главного, то, что я хочу увидеть. Знаете, и вот много раз вот в центре с ребятами там, да, иногда придет, говорит, ой, я что-то вижу, изменение в ком-то какое-то, да, и так далее. Но потом приходят какие-то ситуации, и опять, и фух, когда же вот я что-то увижу? И вообще, увижу я когда-либо что-то или нет? А на что мне надеяться, вот скажите здесь? Мне надо быть с ними строже. У кого-то сработало когда-то строже быть? Моя надежда в том, что я продолжаю проповедовать им Евангелие. И продолжаю очисять свою жизнь, а не ихнюю жизнь. Чтобы она соответствовала в Евангелию. Чтобы та сила, которая есть у Евангелия, она действовала в ихних жизнях. Через ту проповедь, которую я проповедую. Вот к чему призвана церковь, ребята, братья и сестры тоже. А то я привык иногда ребятам проповедовать, да. Вот что Бог хочет, и то, какой план у Бога, да. Чтобы в этом регионе, в этом месте поднялась церковь, которая, ну вот мы уже об этом говорили, подобная Иисусу Христу, долготерпеливая, понимает, что делает, имеет стратегию, имеет любовь, вот эту резиновую, к этим людям, которые не будут меняться быстро, мы должны это понять. Не будут. И вообще смысл не в том, чтобы они быстро менялись. Смысл в том, чтобы они по-настоящему менялись. Скажите аминь. Я готов ждать долго, но пусть это изменение будет настоящим. И я так же отношусь к своей жизни. Пускай у меня не будет быстро что-то в моей жизни, но пусть это будет настоящим. Так, чтобы вот действительно по-настоящему. А мы хотим иногда ускорить и разочаровываемся. И знаете, сколько сейчас разочарованных людей, христиан? Очень-очень-очень много. Они разочаровались в Евангелии. Потому что в свое время, возможно, им неправильно немножко проповедовали Евангелие. Им сказали, что делай, делай так, и будет сейчас вот так, вот так, вот так. Все у тебя будет. И деньги, и счастье, и здоровье. А там чего-то, раз и нету чего-то, и нету чего-то, да. Потому что их заинтересовали, их купили иногда, пообещали. Обещать надо? Надо. Но еще самое интересное, а потом те, которые им проповедовали, сами стали их убивать. Своими упреками, что у вас не то, у вас не так, у вас не эдак, вы не то, вы лично, я имею в виду, да. У нас есть Слово Божие. И вот мне нравится, как Павел, он, например, коринфянам пишет. Он пишет так в общем, да, как Слово Божие. Он говорит, чтобы блуд, нечистота, оргии, и так это даже не должны именоваться хищники. Почему он это пишет? Потому что это еще язычники, которые, да, их сердце отреагировало на Евангелие, они пришли в церковь, они заинтересовались Словом Божьим, они сели. Но они не изменились. Они как жили, так и жили со своими привычками, понимаете? Они как любили какие-то вещи, так и любили. И теперь медленная задача нас, церкви, христианина, апостола Павла, Иисуса Христа, это не быстрее сделать из этого человека, законом очистить его, но проповедовать ему Слово Божие, чтобы оно проникало и очищало его изнутри, чтобы он сам принимал эти решения, оставлять те вещи, эти вещи. И сколько на это потребуется времени? Столько потребуется на это времени. Вот в чем заключается наше пробовать Евангелие. Не в том, чтобы быстро в один момент сделать всех святыми, потому что можно набить церковь людьми, которые нормальные, у которых нет каких-то крайних грехов, и они и так были нормальные, еще и Евангелие как бы услышали, и опять так же остались нормальными, понимаете? Но есть люди вот в другом состоянии. И получается, что мы так, ну, вот мне всегда такое было, знаете, ну, что, вот у нас там, раньше я был в центре, и иногда приходят люди такие, неспокойные, непослушные, с ними легко работать, их легко направить, им легко запретить что угодно. Не кури, ладно. А есть такие, которые тебя всего измучивают, выведут вообще. Он что, драться будет, он говорит, ну, вот я уйду, если не дашь мне, или еще что-то. И вот, ну, слабеньким запретить легко, а ты попробуй запретить сильному, попробуй с ним поборечься, попробуй его убеди, да, и так далее, да. И все это, все это непросто. И зачастую, что вот такой, как был, вот он никакой, он там на своей волне ходил, он так же и ушел на своей волне. Он как будто бы вроде все принял, все подчинился, а потом у него вот этот вот внутренний бунт, и вот все, и ушел. Ну, вот этот тот, с кем ты боролся, за кого ты молился, который тебе спать не давал, который тебя мучил, выводил из себя, если ты, ну, действительно проповедовал ему Евангелие, не только ты, и вот то место, где он находился, вдруг раз, и что-то начинает в его жизни происходить. Вот, поэтому, ну, мы должны это понимать. Мы должны это понимать, как христиане, что нам нужно, чтобы Бог делал свое творение в людях. Не чтобы я, как христианин, сделал свое творение в этом человеке, научив его и так далее. Я, ну, когда мне Бог это открыл, я, ну, как бы, я стал молиться, что Бог, я не хочу, чтобы те, кому я проповедую Евангелие, были похожи на меня. Я хочу, чтобы они были похожи на тебя, потому что, ну, ты семя, самое главное. Я лишь, всего лишь, как вот эта утроба для этих людей, которые, ну, их как-то вот оберегает, кормит и так далее. Но преображаешь ты, преображает Евангелие, понимаете? Преображает вот этот вот Божий сил, свет, Божья информация. И мы должны это понять. И мы должны это понять во всех сферах. И я говорю, что большая ошибка в том, что ожидать быстрого результата. Потому что сам Иисус Христос сказал, ребят, сначала очень маленькое, что это сначала зерно, что оно как растет, он даже вот, давайте мы эту притчу прочитаем. Это Марка, 4 глава, 26 стих. Знаете, что самое интересное? Вот в Марка именно это идет все после, вот там идет, он дает притчу о сеятеле, он про семена говорит, да, про Слово Божье. Вот, и потом вот эту притчу он дает. И сказал, 26 стих, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Да, вот оно подобно этому процессу. Оно там даже ни семя не подобно. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Понимаете, вот мы должны это тоже понять, что, ну, мы не знаем, мы не контролируем этих процессов, ни в себе, ни в других. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Аминь. Да, вот только в этом Евангелии есть такая притча, вот про это медленное растущее зерно. То есть, вот это вторая притча, да, про горчичное зерно, оно есть в других, а вот в Евангелии от Марка есть именно вот это. Я благодарен Богу за то, что оно есть. Потому что, ну, я много раз, как бы вот у нас есть ожидания какие-то, от себя или от других, ну, часто больше от себя даже. Мы хотим увидеть себя сразу полным колосом с зерном. вот все. И если я это не увижу, все, Бог, ничего не работает. И от других и так далее. Но все работает. Земля сама сначала зелень, потом стебель, потом колос с зерном, да. Вот, и Библия нам говорит, поэтому, ну, у нас должны быть вот эти этапы в жизни, когда мы будем, ну, мы должны, если ты зелень, ну, зелень ты, понимаете. Если ты колос еще, ну, просто ты колос еще. Не пришло еще время. Вот, поэтому, ну, давайте не будем разочаровываться. Но, вот, и опять же, Евангелие нам говорит, да, вот это вот, вот это все внутри него, все, понимаете, вот именно вот внутри него самого все скрыто, Евангелие, да. Вот вся эта мудрость, все эти подсказки, как нам жить, как нам думать и так далее, да. Что, ох, мысль вылетела. Из вот этого. Ладно, попробую ее найти. А сейчас посмотрю, что у меня. Вот мы, я говорю, мы должны понять, что мы не можем запретить человеку грешить. У нас нет этой власти. Потому что Бог не может запретить человеку грешить. Он не стал запрещать Адаму грешить. Он предупредил его. Но это не был запрет, как все. Ну, я имею в виду запрет, что ты сказал, и он действительно не делает. То есть, как бы рекомендацию, естественно, мы даем, мы убеждаем, мы умоляем. Это вот, ну, апостол говорит, что, ну, кто согрешал, я с ним там разжигался. То есть, я умоляю вас милосердием Божьим. Да, то есть, как бы, ну, не грешите, да, и так далее. Да, то есть, это то, что мы можем сделать. Ну, мы также должны, у нас должно быть милосердие к человеку, ну, как бы, ну, если ты настоящий, если ты сам понимал, если ты сам чувствовал, что такое грех, насколько он обманчив, насколько он лукав, насколько он тебя самого, вот так вот. И даже если ты видишь, что человек обманывает сам себя. Что мы можем сделать в таком случае? Знаете, что? Евангелие проповедовать. Все. Боже, мы ничего не можем сделать. Иисус так сделал. Смотрите, у Иисуса Иуда носят коробку. Что делает Иисус? Продолжает проповедовать Евангелие. Продолжает предупреждать, продолжает говорить, продолжает, ну, нести Слово Божье. Он бы мог с Иудой сесть и поговорить, слушай, Иуда, в ад пойдешь, если не сейчас вот. Но он не делает этого. А церковь иногда, вот, мое мнение в неправильной интерпретации, взяла на себя часто работу Духа Святого. И отдельный христианин взял на себя работу Духа Святого. Обличать грешников, обличать человека, вот, ну. Да, мы должны обличать постыдные дела. Мы должны определенным, ну, вещам, которые есть, не давать, там, происходить в церкви и так далее. Да, открыто обличайте. Но это другое, немножко. Но вот вмешаться вот в эту внутреннюю жизнь человека, даже ты подозреваешь, тебе часто будет Духом открыто, что этот человек, как он думает, как он грешит, как он готовится ко греху, как он уже, вот, у него, ты можешь прочитать это по его каким-то словам, мыслям и так далее. Но что тебе дано? Тебе дано молиться за него? Тебе дано проповедовать ему Евангелие? Но ты не сможешь сделать ничего. Смотрите, помните, Иисус говорит Петру, Иисус говорит Петру, Петр, дьявол просил испытать вас, но я ему запретил. Так Евангелие написано. А мы иногда хотим запретить дьяволу делать вот его работу, ну, вот в людях. Представляете, Иисус, оказывается, с дьяволом там, да, договаривался, просил испытать вас. Но что Иисус говорит? Ну, я молился за тебя. Я думаю, вот он нам оставляет пример. Сам Иисус, по идее, мог бы, что он ему еще мог сказать? Ну, я, ну, все будет нормально. Все, ты все справишься. Нет, он даже это ему не говорит. Он говорит, я молился за тебя, чтобы ты потом, когда вот, ну, пройдешь это испытание, укрепил братьев своих. И, понимаете, и получается, что, ну, как бы, дьявол их испытал, и они никто не устояли в искушении. Все убежали, все оставили, а Петр отрекся. Но Иисус знал, что Петру нужно пройти через этот процесс. А почему мы так вот прям переживаем иногда за людей, когда люди проходят свои процессы вот в этом? Мы должны научиться правильно на это реагировать. Потому что если мы, ну, как бы, не поймем этого, да, как люди, которые проповедуют Евангелие, которые сами проходят эти процессы, мы будем раздражительны, мы, как бы, вот, ну, мы будем манипуляторы, мы будем вот сами делать вот это вот творение. Мы должны довериться Евангелию, должны довериться Слову Божию, что оно производит работу в людях. Аминь. И это наша надежда, это моя надежда, и это самая лучшая надежда, скажи аминь. Это самая лучшая надежда, потому что это надежда на Слово Божье. Это все внутри Евангелия. Понимаете? Это не то, чтобы вот какое-то исключение вне Евангелия для каких-то особо согрешающих людей. Да нет, это все в Евангелии, внутри все. И у Бога все это, ну, как бы, под контролем находится. Поэтому у меня вообще многие вещи, я говорю, у меня пересмотр произошел. Сегодняшнее время, вот, ну, если мы дойдем до этого и сможем вот этот вот дух Евангелия, дух апостолов, да, вот внутри себя осознать и выходить именно в этом, церковь наполнится. Потому что сейчас есть очень много людей, которые сидят дома огорченные. Огорченные на пастеров, огорченные на свое христианство, огорченные на христианство других людей. Вот, в другой стране, какая разница, об чем люди споткнулись? Ну, они просто споткнулись. Они хорошие христиане, но они просто споткнулись, они просто проходят свои процессы. И они получат опыт, если им помочь, сказать, слушай, ну, Евангелие еще не закончило работу в твоей жизни. Тебе обязательно нужно продолжить ходить в церковь и вот это все иметь как опыт. И потом, ну, ты скажешь все, ну, слава Богу, что Бог меня не оставил и не оставляет. Потому что вот Бог с нами работает, надо понять, всю нашу жизнь. Я вот 20 лет во Христе. И некоторые вещи начинаю только сейчас догонять. И понимаю, как, ну, что вот это вот 20 лет во Христе. Или я всего 20 лет во Христе. Да? Вот, ну, потому что, ну, на самом деле это всего. Но для кого-то это уже. Все понятно. И Евангелие нам говорит, что внутри него есть разный возраст. Есть дети, есть юноши, есть отцы. И это тоже все Евангелие. И опять же, это тоже о том, что не надо всех уравнивать. Нужно это понять. И младенцы это неплохо. Ну, это просто младенцы. У них есть своя радость. И пусть они получают свою радость от Евангелия. Понимаете? От каких-то там своих вот этих там духоманы, может быть, они там. Или еще что-то. Ну, младенчество это. И мы должны вот, ну, уже взглянув на это, понять это. Ну, нормально. Зачем я буду... Знаете, вот, ну, есть люди в детстве. Есть какие-то послушные дети. Есть хулиганы такие. Но у них все равно это детство. Правильно или нет? И взрослые, они особо, ну, есть какие-то крайние там хулиганы, да, которых нужно там в спецприемник куда-то там, да, отправить. Но все равно это дети. И все равно, когда он вырастет, не факт, что он будет плохим человеком. Если к нему найти правильный подход. Аминь. Вот мы, как церковь, должны научиться находить подход к любым людям, к любой ситуации. Не просто законом прописать. А, сделал это, значит так. Кто-то сделал, ему ничего. Кто-то сделал, ему очень сильно прилетело. И вот, ну, вот оно должно быть так. А кто-то остановится просто в виде оттому, что кому-то прилетело. Или прилетело от Бога в процессе. Поэтому очень много нам нужно вот, ну, понять для того, чтобы правильно проповедовать Евангелие. Что в каждом возрасте, знаете, я говорю, можно жить мимо все время. В своих мыслях. Младенец я, младенец, когда же я вырасту, когда же я вырасту, хочу вырасти и так далее. Да, вот, ну, не хочу быть ребенком и так далее. Ну, дети же так не мыслят. Ну, бывают у них иногда. Но, наверное, есть какие-то крайние дети, которые вот всем недовольны. Помните? Есть анекдот такой про мальчика, который был все время, он был слепой и недовольный всегда. Знаете? Нет? И родители ему пельменей на день рождения. Такие, тарелку дали, большую тарелку. Он такой, да, представляю, сколько вы себе положили. Вот, ну, иногда мышление человека, оно такое бывает, понимаете? То есть, как бы, вместо того, чтобы радоваться тому, что тебе дали, ты уже представляешь, сколько другие взяли, сколько у них там упало. Понимаете? И вот ты, твое мышление, оно вот испорчено, ты все время недоволен. Чуть что бы ни было. Понимаете? Или стишок был про лошадку. Кто помнит, может быть, про оптимиста и пессимиста, про двух мальчиков. Ой. Ну, он такой немножко хулиганский. Вот. Но там смысл был такой, все равно расскажу. И родители решили уравнять, это стихотворение, но я его не смогу рассказать. Но тоже как анекдот. Уравнять детей. Один был пессимист, другой был оптимист. И они решили их в эмоциях немножко уравнять, подарить им на Новый год разные подарки. И вот одному подарили лошадку, большую, деревянную, такую расписную. А второму кучу конского дерьма. Вот. Ну, такой анекдот. Вот. И этот первый проснулся. Это деревянная, я хотел живую. Стоит такая, вот я такую не хочу и так далее. Недовольный. А второй довольный. А говорит, а второй. А у меня, говорит, живая. Нагадила вот. И скрылась. И скоро прибежит, говорит. В эти вот два мышления, да. То есть, и вот иногда и у христиан такое бывает, особенно в младенчестве. Да. Один видит все и все ему не так. А другой радуется всему. Да. Ну, все это две крайние позиции. Истина, она где-то посередине всегда. Вот. Поэтому, вот мы должны это понять, как церковь. Да. Что и так же люди, которые, да, возрастают. Я просто хочу ободрить тех, которые там начинают свой путь только, да. И которые... Потому что я когда начинал свой путь, я смотрел на взрослых христиан, которые вот меня трогало помазание, которое было на них. Мне нравилось, как они проповедовали, как они себя вели. И мне казалось, вот этот вот путь до них, он вообще там, ну, как бы далекий. Ну, и казалось, и казалось. Слава Богу, что я быстро перестал об этом думать. Потому что, ну, Бог нам всем определил какие-то отрадные времена. И даже в детстве, вот вы сейчас же про детство вспоминаете. Вот в детстве, как вот оно там хорошо было. Сейчас бы в детстве беззаботно. Так же и у христиан. Так же. Есть детство, есть вот эта вот радость от Слова Божьего. Начинаешь проповедовать, начинаешь жить. Новое творение. Все живи вот в этом периоде. Юноша дальше. Старец дальше. И я сейчас, ну, как бы понимаю, что мне вообще все, мое время, которое я живу в жизни, и в христианское, и в физическое, мне все нравилось. И все нравится. Ребенок был, мне весело было. Юноша был, тоже нашел чем заниматься. Начудил там много дел. Но прошел это состояние, потом мудрость пришла какая-то, зрелость пришла. А иногда, а сейчас смотришь иногда там на стариков, и тоже им завидуешь. Сидят, пенсию получают, спят сколько хотят. Ничего им никуда не надо. Успокоившиеся такие, да? То есть, ну, а когда есть еще внуки, еще ты там, я думаю, что это тоже, ну, есть хорошая пора. Поэтому, ну, вот эта вот пора жизни на земле, она, ну, хорошая пора, и нужно научиться вот правильно на это смотреть, правильно думать, да? И опять же, ну, самое главное, это вот все-таки Евангелие. Да, которое преображает нашу жизнь. Все-таки мы преображаемся или не преображаемся? Есть процесс или нет процесса, да? Опять же, как я это говорю? Потому что, если я скажу, что, ну, главное, чтобы был процесс, смотри, что у тебя был процесс. Ну, тоже не сможешь, потому что это вот противоречит этой птице, притче, да, про зерно. Ты не знаешь, как он идет, но он идет. Я вот про что говорю, что ты можешь быть уверен, что процесс идет, если ты находишься в церкви, если ты слушаешь Евангелие, ты проповедуешь Евангелие. Понимаете? Вот, в принципе, все, что тебе нужно. Тебе нужно, чтобы тебя так втекало, чтобы так вытекало, и Евангелие, оно будет преображать твою жизнь. Ты в итоге будешь превращаться. Аминь. Вот, поэтому, как бы такой вот вывод про конференцию, да, что давайте правильно ожидать. Правильно ожидать. Правильно приглашать людей. Да, вот с правильной мыслью. Да, естественно, ты можешь предлагать исцеление, ты можешь предлагать освобождение, но внутри себя сразу понимать, что нужно. Именно вот эта цель, потому что ты будешь понимать, что нужно людям, она даст тебе правильные слова, приглашая их. Да, что, ну, как бы ты найдешь эти слова, ты найдешь эту мотивацию для того, чтобы, ну, сказать, слушайте, это нужно. Потому что это, это Слово Божие, оно преображает жизнь, оно действительно изменяет. Это не то, чтобы вот Бог волшебник, ты придешь к Нему и сразу все получишь. Но вот там все написано. Читай стихи из Библии. Обещай через те обещания, которые написаны в Библии. Говори Словом Божьим, думай Словом Божьим. Верь в Евангелие, верь вот в эту силу Иисуса Христа. Да, как Павел говорит, я ничего не решил, вот когда пришел к вам, я решил не мудрствовать, да, в словах. Но проповедовал вам Евангелие, потому что оно есть сила Божья. Все, я знаю, что оно есть сила Божья. Я знаю, что людям нужно Евангелие, потому что мы иногда смотрим на человека. Ой, ну, он не придет, наверное. Вот он такой-то занят, или он такой-то, или потому-то, потому-то. Ну, тут вопрос не в этом, вопрос, что всем нужно Евангелие. Вопрос-то в том, что, ну, сосреди ли мы, как церковь, определенных людей сюда вместить или еще нет. Готовы ли мы создать, ну, как бы, сможет ли Бог через нас создать эту, ну, правильную атмосферу. Потому что, ну, если Евангелие проповедуется неправильно, очень много людей отсекается даже на входе. Знаете, вот, ну, иногда, вот, вот моя мама пришла однажды в Евангельскую церковь, вот в эту церковь, еще когда в ДК была, я в центре еще был. И ей так понравилось, она плакала, почти каждая, она несколько раз была, плакала на собрании несколько раз. Ну, как бы, ее очень сильно трогали песни, да, и она бы ходила, но нашлась какая-то добрая женщина, которая ей сказала, что обязательно надо перекреститься. Моя мама была православная, и, как бы, к этому относилась очень, потому что, ну, это тоже можно понять, потому что, когда в 90-х рукнул занавес, люди пошли в церковь, и для нее это было решение, понимаете, когда-то во взрослом возрасте искать Бога, и другого способа не было. И когда кто-то, вот, понимаете, вот, зачем? И все, и у нее какая-то блокировка встала, она вот приткнулась через это. Я не знаю, да, я тут никого не хочу судить, потому что, ну, говорю, мы должны быть осторожными, ну, мы должны правильно сами думать, что меняет человека, его какие-то решения или нет. Нет, меняет Евангелие, меняет Слово Божье. Нужно позволить людям слушать Слово Божье. Все. Оно будет менять людей. И в этом наша надежда, а не в том, что там, ну, как бы, вот его надо в порядок привести. Пусть пьяный приходит. Справимся. Если будет себя плохо вести, выгоним, выведем, поговорим, ну, и так далее. Но все равно лучше пусть приходит и слушает. Потому что, если не проповедуется Евангелие, то тогда как человек изменится? Никак. Все. Тогда, если я знаю, что он, ну, меняет Слово Божье, я буду все делать для того, чтобы, самое главное, чтобы люди слушали Слово Божье. И очищать свою жизнь. Свою жизнь. Свои вот эти вот моменты проходить, чтобы, ну, действительно быть достойным того, чтобы проповедовать Евангелие. Причем, когда я проповедую, начинаю проповедовать Евангелие, я еще не достоин. И это тоже правильная проповедь Евангелия. Если, ну, как бы, вот, ты должен обязательно, обязательно, обязательно быть чистым, чтобы проповедовать Евангелие, ты никогда не начнешь проповедовать Евангелие. Ты никогда достаточно не очистишься. Поэтому вот мы должны понять это, что говорит апостол Павел. Я для всех сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Очень важная мысль, чтобы спасти всех, да ладно. Это что? Но, а что это значит, чтобы спасти хотя бы некоторых? То есть я заведомо служу людям, тем, которые не изменятся. Никогда. Но я все равно это делаю, чтобы хотя бы некоторые из этих людей изменились. Понимаете эту мысль или нет? Вот так должен жить христианин. Вот так должен христианин проповедовать Евангелие. Всей своей жизнью, всей своей силой. И вот тогда Бог явит свою силу. Понимаете? Тогда твоя жизнь, она коснется жизни других людей. И еще очень важный момент, который тоже написан в Евангелии. Постоянство. Постоянство. То есть постоянство в добрых делах, да? В Библии написано, что те, а тем, которые ищут честь и славу и бессмертие, через постоянно делаемые добрые дела. То есть как бы и добрые дела в плане и дел, и в плане проповеди Евангелия. Именно постоянство. Потому что, знаете, вот правда в чем заключается и суть, что все люди любят делать добрые дела. Даже самые плохие люди, они любят делать добрые дела. Как бы водку к тому, что они делают много плохих дел. Но лишь Евангелие и лишь христианство нам говорит, что постоянно нужно делать добрые дела. Потому что, знаете, когда я сделал один раз доброе дело, или два, три, там, у меня гордыня какая-то, ну я же делаю, я же делаю. Вот я это делаю как бы в оправдание себе. А когда я делаю постоянно добрые дела, вот тогда ко мне смирение приходит. Потому что, ну, я всего лишь делаю то, что, ну, мне нужно делать, и все. В этом нету какой-то сильно моей заслуги, потому что мне Евангелие об этом сказало, и мне Дух Святой дает силы, да? Мне Бог дает откровение на это все, и поэтому я всегда открыт и готов делать добрые дела. Не выбираю я, то сделать или то сделать. Всегда. Вот это вот постоянство, понимаете? Поэтому плод будет от нашей жизни именно в постоянстве. Я, вот, ну, как бы пример такой, у нас есть группа в Вайбере обновления. Давно мы сделали еще это. Там в основном все ретовские ребята. Их там уже не такое большое количество осталось. Мы ее сделали как информативные для того, чтобы там вот пригласить на конференцию. Это было еще в семнадцатом году сделано. И вот она до сих пор существует. И там есть один человек такой, Юра его зовут. И он постоянно выкладывает какие-то притчи такие интересные из различных рассказов, такие христианские все, про Христа в основном, такие евангелиционные, такие длинненькие. И вот он их выкладывает и выкладывает, выкладывает и выкладывает. И вот, знаете, вы все уже знаете, да, что когда тебе часто приходят уведомления, они уже, ну, надоедают, да? И вот он, и он это как бы делал и делал, делал и делал. И я, знаете, я вот чувствую сам вот этот дух, что выкладывает, что вот, ну, как вот. Я сам как бы вот на это так думал. Потом так вот наблюдаю, там, знаете, все видно, знаете, там написано там. Сергей такой-то покинул группу, по-моему, один отвалился. Ну, то есть, знаете, люди прямо уже даже, вот, ну, начинают покидать группу некоторые такие вот там, ну, типа религия, что религиозные тут выкладываешь, нам вот это вот все читать, там такие вот сейчас христиане стали, знаете, ну, у нас там, во всяком случае. Еще какой-то покинул группу. А вот в какой-то момент, ну, я помню, и вот там еще кто-то покинул, и он все равно там вот выложил, и у меня вот появилось желание Юре что-то хорошее написать. И я решил, меня там вообще никогда ничего не лайкал, ничего, но... И я, может быть, тоже бы покинул группу. Да будет написано, что Максим Зеленцов покинул группу. Вот. Ну, и хорошо, что я не покинул группу, и мне захотелось просто, ну, как бы... А я понимаю, что чувствует этот человек. Один покинул, другой покинул, третий покинул. А он вот от всего сердца, он это пишет. И вот он уже, говорю, делает это, ну, долго-долго-долго. И потом вдруг я... А я так вот назад посмотрел, думаю, а я иногда ведь читаю. И они, на самом деле, интересны, то, что он пишет. Там часто такие, ну, вещи трогательные. Ты нигде особо там вот их не найдешь. Ну, понимаете, в соцсетях тоже можно, но какие длинненькие. И я понимаю, что, ну, как бы, это такое служение. И он делает это в постоянстве, в постоянстве, в постоянстве. Я решил ему написать, как бы, это, ну, как бы, туда тоже группу. Я говорю, Юра, там, ты молодец. Я говорю, меня твои эти иногда ободряют, поэтому, ну, продолжай. И вот раз, и кто-то еще тоже там, еще кто-то. Да, Юрок, давай, меня тоже ободряют. И кто-то вот раз там поддержали, лайки поставили там и так далее. И все, этот человек, ну, продолжает эти штуки. И я уже, как бы, вот, после того, как я его, там, спасибо ему сказал и, как бы, вот, ободрил его, ну, как я уже начал к этому по-другому относиться. И он тоже вот, и он все так же вот продолжает, продолжает, продолжает. Знаете, и я просто заметил то, что меня начинает трогать, ну, я имею в виду вообще этот человек. Как бы, вот, его жизнь. Мне хочется с ним как-нибудь встретиться, поговорить, узнать о его, вообще, движении, жизни там, да. Может быть, позвать его, попроповедовать в свою церковь. Он там в Москве находится. Знаете, знаете, за что? За постоянство. Аминь. В церковь ходить. Постоянно, да. То есть, вот, первая победа, которую нужно побеждать верующему христианину. Десятину. Нужно постоянство. То есть, как бы, да, все иногда ложат, да, все иногда такие вот, о, пожертвовать Богу. Но для Бога другое немножко работает, потому что для Бога работает вот это вот постоянство и твоя верность. Даже когда трудно, даже когда тяжело, я показываю, что я на Бога уповаю, и это мои отношения с Богом. Аминь. Вот, поэтому там Евангелие, делаю я какое-то служение в прославлении или в чем-то, все нуждается вот в этом постоянстве. Вот, и это правильная проповедь Евангелия. Поэтому, вот сегодня, да, я еще раз, да, такое резюме, что вы сейчас понимаете, да, что, как бы, Бог хочет спасать людей. Понимаете? Бог хочет спасать людей. Вы должны это понять. То есть, Бог не движется где-то, часто, иногда, просто потому что мы не движемся. Просто потому что Он ждет, пока мы созреем и будем двигаться вот так, как написано в Евангелии. Когда мы действительно будем и жить, и проповедовать, и делать это настойчиво и постоянно, и это будет трогать людей. Это будет приводить людей, и люди будут меняться, и ты будешь меняться, и Царство Божие будет расти, и Бог будет действовать. Поэтому, вот, я очень сильно наполнился от вот того, куда Бог меня позвал, вот этому вообще целому направлению. И я понимаю, что вот эта вот преображающая сила Евангелия, это очень хорошее название для конференции и вообще для дальнейшего какого-то вот нашего направления. Потому что там есть очень много моментов, да, аспектов, которые вот нужно там рассмотреть. И я уверен, что Бог в эту конференцию будет говорить, будет действовать через людей, через нас, через атмосферу. Я говорю, я не знаю как, когда Он дает такое вот, ну, мне, я очень сильно наполнен, потому что для меня это Его обещание. Есть ли это название от Него? И Он уже вот таким образом нас пытается вот в это ввести, что преображающая сила Евангелия, что Он собирается преображать. Что то, что Он будет делать, это Он будет преображать. Преображать все здесь, вокруг и внутри нас. Вот, потому что там, где проповедуется Евангелие, Бог всегда туда приходит. Вы заметьте, что все сильные какие-то пробуждения, все самые лучшие переживания всегда были, когда вот какое-то новое там движение, церковь или еще что-то, просто начинали проповедовать Евангелие. Что 90-е, что там разные пробуждения, которые были в разных странах. Что вот, например, я когда попал в Рето, да, и я переживал вот эту атмосферу проповеди Евангелия. Понимаете, проповеди Евангелия, самое главное, мы все хотели проповедовать. Вы не представляете, как мы этот, вот этот вот дух, он нас всех захватил. Мы все хотели проповедовать. Все на прогулках ходили, все проповедовали. И у нас даже шутки были, да, Бог потому что Бог, потому что Бог, потому что Бог. И уже смеялись там над этим. Но это было из духа. И действительно, вот, ну, были сильные изменения, была классная атмосфера. Поэтому слушайте, исполняйте и проповедуйте. Аминь. И будем ожидать, и будем готовить сердца, и будем, вот, готовить конференцию. Будем пытаться вспомнить про тех, кого не вспомнили. Сейчас помолимся за то, чтобы регистрация у нас была, ну, как бы настоящая. Чтобы мы сделали хорошие, там, пригласительные тоже раздали, разного рода. Чтобы каким-то христианам можно дать такую, не христианам можно дать такую. Понимаете, вот должно быть разный подход по духу такой, да. Вот, кого на что приглашать, понимаете. Потому что все нуждаются в Евангелии, все нуждаются в том, чтобы Бог творил это новое творение в жизни человека. Аминь.